здравствуйте мои дорогие я очень рада встретиться с вами на моем канале сегодня сейчас у меня 10 часов вечера весь мой дом ушел отдыхать я без макияжа это значит что это самое лучшее время для нас с вами уединиться и обсудить какие-то женские штучки а именно косметику с алиэкспресс наконец-то скажут многие из вас потому что вы так много просили меня снова начать обозревать косметику с алиэкспресс поэтому по вашей просьбы я заказала сегодня очень много всего интересного а точнее все для полноценного макияжа и при этом я заказала средства самая много заказываемая на алиэкспресс то есть я взяла пудру и заказала ту на которую больше всего было заказов я взяла тональную основу и выбрала ту, на которую было больше всего заказов. Поэтому средства мы будем тестировать с вами сегодня самые популярные. И я выбирала не самые дорогие средства. В подавляющем большинстве очень бюджетные, чтобы они были по карману каждому. Потому что я верю, что мы с вами откроем сегодня что-то очень хорошее и очень интересное. Раз эти средства так популярны, раз их такое огромное количество людей заказывают. Сделаем сегодня с вами при их помощи полноценный макияж. Ну, почти полноценный, потому что два средства мне все-таки не пришли. А именно пудра и помада. Очень жаль, я заказывала их два раза и два раза они ко мне не дошли. Все ссылки на все товары, которые мы сегодня с вами будем рассматривать, конечно же, я оставлю в описании под видео. И давайте сначала покажу вам, что конкретно я заказала. Тональная основа, самая популярная на Алиэкспресс. Длинная очищающая маска с зеленым чаем в стике. Альгинатные увлажняющие маски. В комплекте три штуки с лавандой. Тушь для ресниц. Лайнер для глаз. Карандаш для бровей. Еще один лайнер для глаз. Еще один. Это черные. Те два предыдущих были цветными. Умывалки. Дозированные на одну порцию. Таких вот маленьких контейнеров. База под тени. Увлажняющая сыворотка после умывания. Румяный хайлайтер и бронзер три в одном. Палетка теней. База под макияж скрывающие поры и консилер. Хочу отметить, что все средства в сегодняшнем обзоре я заказывала сама, но обзор мне никто ничего не присылал. И это видео совершенно будет объективным и не спонсированным. Итак, давайте наносить все средства по порядку. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, с очищающей маски. Как следуем очистим мои поры, чтобы они были пустыми, чтобы они были узкими. И чтобы у нас весь макияж лег очень красиво. Средство это действительно супер популярное. Сверху крышечка. Оно вот такое густое в виде стика. Написано, что нужно нанести ее прямо вот этим стиком 10 минут подождать. Через 10 минут умыться теплой водой и можно продолжать свои процедуры. Кожа у меня сейчас очищенная сразу после умывания. Видите, как я сегодня нарядилась? Хоть и без макияжа, но такие роскошные серьги надела. Прямо как на праздник собралась. Итак, давайте наносить. Как-то я думала, что пожирнее она будет наноситься. То ли моя засохла, то ли что. Хотя я ее не вскрывала. В общем, мой экземпляр пришел каким-то сухим и обезвоженным. Все равно, раз мы проводим эксперимент, я нанесу, как получится. Эта маска должна быть такой жирненькой, кремообразной, но у меня почему-то вот какой-то такой экземпляр попался. Я докопалась до кремовой части, только верхняя часть у вас сухой. О, наконец-то. Вот, уже что-то более похожее на маску. Все-таки у нас с вами получится ее нормальное тестирование. Ну как, думаете, достаточно? Мне кажется, уже да. Все. Очень хорошо, очень жирненько. Давайте посмотрим, сколько там еще стика. Намного ли хватит? Не зря. Или я ковыряла верхний слой. Да, хватит на очень много применений. И дальше вот текстура, кстати, хорошая стала. Есть вот такой колпачок. Давайте им закроем как следует. Эту маску. Видимо, плохо закрыл. Закрыт он был, да? И еще вот так закрутим, чтобы ничего больше не сохло. Все. Засекаем 10 минут. Вернусь к вам через это время. Итак, прошло 10 минут. Маска не засохла. Сейчас пойду умываться. Итак, вот я после умывания кожа выглядит хорошо. Никаких раздражений на ней не пошло. Несмотря на то, что моя кожа является чувствительной. В конце истечения времени я чувствовала небольшие покалывания. И очень интересное ощущение я испытала, когда смывала маску. Было такое ощущение, что я смываю легкую пудру. То есть не было ощущения крепообразности в маске. Как обычно бывает со всеми глиняными масками. То есть только вода к ней прикоснулась, она ее моментально смыла. Не нужно было мне как-то там очищать какими-то губками. Но вы все знаете, да, вот как сложно быстро смыть глиняную маску с лица. Здесь же нет, как будто бы пудры. Просто раз, два и все. И все смылось. Эта маска очень сильно сушит кожу. И это хорошо, если вам нужно подсушить какие-то участки. Я предлагаю ее непосредственно на расширенные загрязненные поры наносить. Можно точечно на какие-то прыщики, да, выдерживать там 10 минут, можно чуть подольше. И эта маска вытянет весь жир из всех участков, откуда его нужно вытянуть. Я в следующий раз ее хочу только на нос нанести. И, возможно, чуть-чуть подольше подержать. Может, минут 15, да, вот на вот эти зоны. Но не на все лицо. На все лицо, в принципе, у меня вполне чистое, кроме этой зоны. Поры, я смотрю, очень чистые. Абсолютно белые. Все хорошо, пока маска очень даже понравилась. И теперь для увлажнения кожи, да. Я, как видите, не вытираюсь, чтобы кожа моя не пересыхала. Пока я буду готовить вторую маску. Для увлажнения кожи давайте нанесем оригинантную маску сразу же. Для увлажнения и успокоения. Я высыпаю заранее подготовленный стаканчик с водой. Можно какую-то сыворотку добавить, да, вместо воды. Это заявлено в описании. Можно просто в воду. Можно, допустим, тонер, тоник, что-нибудь такое добавить. Можно в чистом виде, можно просто один к двум с водой. Постараюсь очень быстро смешать. Мне кажется, я воды много очень взяла. Такой красивый лавандовый цвет получается. Маска постепенно загустевает. Но вот здесь вот мелкие частички травяные. И их очень много. То есть засушенная трава и цветы. И они как бы отвар такой образуют. Потрясающий аромат. Правда, я не чувствую никакого химического запаха. Такое ощущение, что я заварила мятный чай. Мятный и с какими-то еще травами. Очень красивые вот эти вот зеленые и сиреневые вкрапления. Все, маска уже приемлемую консистенцию приняла. Давайте я ее потихонечку начну наносить. Я уже нанесла эту маску одним тоненьким слоем сначала. Потому что я ее слишком жидко развела. Сейчас она начинает постепенно загустевать. И я могу нанести ее более густым слоем. В общем, вы ее так жидко не разводите. На веки ее тоже не только можно, но и нужно наносить. Вот как у меня получилось нанести эту маску. Давайте теперь подождем минут 15. Ну вот, прошло 15 минут. Можно, конечно, было подержать эту маску и намного дольше. Можно и до 40 минут держать альгинатные маски. Потому что они очень влажные. И очень много этой самой влаги они могут отдать вашей коже. Я обычно до 40 минут держу, но не больше. Снимается, как я уже сказала, пленочкой. Но из-за того, что я развела слишком жидко, у меня равномерный слой не получился. И снимается он у меня, разумеется, тоже неравномерно. Хотела протестировать с вами умывалку. Вот эту. И поняла, что я забыла это сделать. Нужно было ее использовать после очищающей глиняной маски. А сейчас уже поздно. Потому что, ну кто после альгинатных масок моет кожу умывалкой. Всю влагу только вымоем. Поэтому давайте эти умывалки я протестирую в каком-нибудь обзоре товаров с Алиэкспресс. Просто в какой-то подборке. Я пойду уже за кадром все ее остатки сниму. Только покажу вам сейчас, как выглядит кожа. Она просто великолепная. Она увлажненная, но не жирная и абсолютно матовая. Такая нежная, такая мягкая. Представляю, какой был бы результат, если бы я минут 40 подержала. И видите, кожа какая потянутая, натянутая. Не видно никаких морщинок. И она очень светлая стала. Не колола, не щипала во время процедуры. Она просто наоборот успокоила мою кожу. В общем, маска потрясающая. Очень хорошо, что три пакетика в комплекте. С удовольствием буду пользоваться и дальше. И цена у нее, ну вообще какая-то смешная. Тем более для трех порций. Итак, после того, как я сняла все остатки маски, кожа выглядит и чувствует себя просто великолепно. И для того, чтобы она, ну совсем не сохла, еще лучше ее увлажнить, нанесем вот такую прекрасную сыворотку. Она с частичками золота, которая сама по себе, я думаю, бесполезна. Она просто для красоты здесь, но сыворотка увлажняющая. Супер увлажняющая. Самая популярная. Пахнет хорошо. Еле-еле уловимый аромат. Никакой химии не ощущается. Я так подозреваю, что здесь гиалуроновая кислота содержится. Буквально пол пипеточки. И этого достаточно для того, чтобы она распределилась на все лицо. Я, как видите, не вытираюсь после умывания. Прямо на влажную кожу наношу все сыворотки. Из этого они лучше распределяются, лучше впитываются. Кожа не липкая остается. И эффект от сыворотки получается более легким. На шею даже мне хватает. И даже на зону декольте какая экономичная сыворотка. Посмотрите, какой сразу красивой стала кожа. Она остается светлой. Ни единого красного пятнышка. Очень свежая, очень нежная. И кожа совершенно не липкая. Причем я действительно чувствую увлажнение и потянутость. Все очень хорошо. Оно не чувствуется какой-то тяжести на коже. То есть у меня такое ощущение, что я только что умылась, а вода не испаряется. Слушайте, начинаю теперь жалеть, что я как-то забросила тестировать косметику с Алиэкспресс. Как-то ушла чисто на Корею, на какой-то люкс. Ну, великолепная сыворотка. Правда, сколько она? 130 рублей стоит, по-моему. У меня даже после корейских сывороток кожа такой светлый, такой свежий и нежный. Паретка бывает. Интересно, интересно. Так, следующее, что мы с вами наносим по порядку, это праймер фирмы Оту. Ну, вот так вот получилось, что множество средств самых популярных с Алиэкспресса в каких-то конкретных категориях, они вот именно этой фирмы более всего продаются на Алиэкспресс. Очень хороший такой тюбик, красивый. Кстати, вся их косметика выглядит, ну, очень презентабельно, прям как люкс. Вот такой праймер, посмотрите, как вода. Я таким праймером никогда в жизни не пользовалась. И у меня такое ощущение, что я сейчас гидрофинальное масло наношу на лицо. И аромат, ну, не знаю. Я бы не сказала, что я в восторге от этого аромата. Я его чувствую. И он какой-то резиновый, что ли, для меня. Он должен сузить поры и сделать их незаметными. Но он продолжает оставаться маслом на моей коже. Я надеюсь, что он сейчас как-то изменит свои свойства. Как-то впитается и перестанет быть маслянистым. Знаете, как вот силиконовые, да, какие-то праймеры. Мы тоже сначала как будто бы бальзам наносим на кожу, а потом он схватывается и становится абсолютно матовым. Давай, схватывайся. Кожа такая, будто бы я, знаете, какой-то жирноватый крем на нее нанесла. То есть это явно не матирующий праймер, явно не для нормальной кожи, а только для сухой. И я сомневаюсь, если честно, что тональная основа будет как-то стойко держаться на такой жирноватой базе. Ну, давайте дадим ему еще шанс. Пока распечатываем тональную основу. Тональная основа, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Вот в таком мешочке красивом капроновом лежит спонж. То есть нам не нужна никакая кисть для нанесения этого средства. Ой. Я не правильно крышку открыла. Ее нужно раскрутить было. Вот так. Тут у меня как-то тоже что-то не так происходит, да? Или так. Надо отковырять? Нет, эту штучку? Да. Ее надо отковырять. Вот такая поверхность интересная. Ой-ой-ой, какая прелесть. Вы смотрите, нажимаете. Сквозь вот эти вот отверстия выдавливается тональное средство. И оно очень жидкое. Что мне нравится, обожаю. Жидкие и легкие тональные средства. Они всегда великолепно наносятся. И у них достаточно времени, чтобы распределиться на коже. Итак, праймер. Ой, слушайте, хорошо. Очень хорошо. Он полностью впитался. Нет никакого липкого остатка. Все. Собирайте свои слова обратно. Все отлично. И кожа выровнялась. Она одновременно увлажненная, но не жирная и не липкая. Интересно. Набираем это средство на вспотч. И, наконец-то, будем уже краситься. Буду становиться красивой сейчас. Аромат у средства великолепный. Консистенция жидкая. Оттенок немного светловатый для меня. Ну, в принципе, подойдет. Мы сейчас еще же с вами контуринг нанесем. Бронзер. Все выйдет отлично. Теперь понимаю, почему этого средства такие замечательные оценки. Почему его так много девчонок заказывают. И вот пальцами все-таки мне хочется под глазами распределить. Это средство и чуть-чуть растушевать границам. Итак, финиш у этого средства глянцевый. Ощущение такой влажной кожи. Распределился очень легко. С моим цветом кожа слился отлично. То есть нет такого ощущения, да, что я слишком белая. Не видно никакой границы с шеей. Все хорошо, но на некоторых зонах хочется припотрить. Потому что нужно все-таки это средство посадить на место, чтобы она никогда не убегала. Пудра у меня прозрачная, чтобы не перекрывать никакого эффекта цвета. Ну вот и все. Достаточно. Так, вместо того, чтобы нанести сначала консилер, а потом пудру, я буду делать все наоборот. У вас так часто бывает? Сначала припудриваете, а потом вспоминаете, что консилер не нанесли. У меня вот часто. Ладно, я под глаза как-то не особо успела припотрить. Консилер. Оттенок у меня HC03. Довольно светленький, должен подойти. Вот сюда наношу и на нос. Нос у меня проблемная зона и по размеру, и по цвету. Поэтому я никогда не жалею на него консилер. Консилер желтоватый. А это значит что? Что он должен перекрыть фиолетовость. Фиолетовость синяков под глазами, у кого они есть. У меня их вроде бы не так много, но они есть. И не знаю, все-таки. Мне кажется, все равно слишком желтоват этот консилер для меня. Я его так много нанесла. Слава богу, у нас есть чудо-спонж от предыдущего тонального средства, который сейчас, я надеюсь, заберет все эти излишки этого желтого консилера. Итак, этот консилер действительно слишком желтый. Он оставил мне под глазами очень много желтого пигмента. Да. Спонж просто спас ситуацию. Лег в принципе однородно. Нужно его совсем чуть-чуть. Никаких складок он не подчеркнул. Ничего не забил. Не скатался. Никакими частичками не лег. По качеству хороший. Хорошо перекрыл. Но оттенок, я думаю, что стоит другой подобрать. Предлагаю сделать контуринг очень интересной палеткой. Все, кстати, сегодняшние средства и в коробочке находятся. Картонный. Очень красивая палетка внешне. ASMR. Люблю белый цвет, люблю лаконичность и правильные линии. Давай откройся. Внутри зеркала. Оно под пленочкой. И посмотрите, какая красота. Очень много, кстати, хайлайтеров, румян. Многопродаваемых на Алиэкспресс. Но когда нашла вот эту палетку, подумала, но это же так красиво и так удобно, компактно. И цвета здесь все очень хорошие. Румяны здесь матовые. Бронзер здесь матовый. И только хайлайтер здесь, разумеется, блестящий. Итак, возьмем этот очень красивый оттенок. Холодный. Никакой не рыжий. И будем его наносить вот сюда аккуратненько. Я возьму такую широкую. Точнее, уже взяла широкую кисточку. И легонечко наношу. Слушайте, у меня палетка от NYX, которой я постоянно контурируюсь. Контурирует хуже. Я ничего не понимаю. У меня корейские сыворотки некоторые ложатся на кожу намного хуже, чем вот эта сыворотка китайская. Нет, вы посмотрите, как мягко ложится этот контуринг. У меня такая красивая кожа получается. Затемненная там, где нужно. Но совершенно без пятен. Девочки, я правда в шоке. Что происходит? Почему? Почему китайские дешевые средства лучше в косметике, которой я пользуюсь, дорогущей? Нет, вы видите, как красиво. Теперь нос осталось законтурировать. Я сразу же предупреждаю, я в этом деле не мастер. И у меня получается иногда так, что нос выглядит еще больше. После контуринга. Так. Ну вот так. Не знаю, что вы мне скажете. Дальше мы мастером румяна. Беру вот такую кисть, тоже с Алиэкспресс. Кстати, все у меня кисточки с Алиэкспресс. Всем уже миллион лет. Но румяна здесь не розовая, к которым я обычно привыкла, а персиковая. И румяна принесем вот так. Чуть выше контуринга. И вот сюда сейчас модно заводить. Красиво. Видите, как они деликатно ложатся? Никаких пятен, никаких лишивостей. Завтра так же накрашусь, пойду на улицу. Все смотрят, какая у меня красивая кожа. Идеальная. И на ней как-то не особо видно, что я что-то нанесла. Ну как вам? Хайлайтер наш с вами еще остался. Вот такую кисточку беру. Из натурального ворса. И выше всех вот сюда наношу. И вот сюда. Сразу под бровь. Вот так и вот так. Больше я хайлайтера никуда не наношу. У меня и так все остальные зоны достаточно блестят. Господи, ну хайлайтер какой красивый. Нос у меня и так блестит. Над губой у меня как-то сразу тут что-то все непонятно становится. И сразу говорить, что какие-то губы у меня слишком огромные становятся. В общем, ничего больше я хайлайтером не трогаю. Ну как? Мне кажется, очень хорошо. Так. Ну и следующее, что мы с вами будем делать, это наносить базу под тени. Он вот в такой баночке. Он бежевого цвета. И очень сильно консилер напоминает. Кремовая текстура. Ой, у меня консилер как на веки весь забился. Складки ржут просто. Пока все нравится, консилеру точно нет. Удобно, кстати, пальцем наносить и набирать тоже удобно. Сколько нужно себе взял и не переборщишь. Вот один раз макнул тихонечко, вот тебе, пожалуйста, уже доза на одно применение. Остатки распределяю выше вот сюда. И теперь под глаза. Ой, тут жуткий консилер под глазами весь катался. Даем пару минуточек схватиться консилеру. Лучше вот в таком виде глаза пока не открывать. Так, а сейчас рассмотрим с вами тени. Тени вот такие. И давайте оттенки посмотрим, сможем ли мы при помощи этих оттенков сделать какой-то нормальный человеческий макияж, не слишком броский. Итак, здесь самый светлый оттенок, который будем наносить в уголок. Здесь два базовых коричневых оттенка, которые будем добавлять на все века и в складку подчеркивать. Очень красивый сиреневый оттенок, розовый оттенок, которым я редко пользуюсь. Он делает мои глаза болезненными. Сиреневый шиммерный, очень красивый оттенок. Бежево-розовый шиммерный оттенок, коричневый и немножко красноватый такой, красноватый-коричневый оттенок. Ну, вроде как, все оттенки красивые. Попробуем сейчас с вами что-нибудь ими изобразить на глазах. Беру вот такую пушистую натуральную кисть и оттенок самый нижний в центре. Вот такой вот бежевый, страхивающий лишний, чтобы под глазами ничего не осыпалось. База у нас как раз подсохла. И вот так, как посередине века, делаю вот такой мазок. Я хочу сказать, что тени замечательные, очень красиво ложатся, они пигментированные, не сыпятся, замечательно растушевываются. Этот цвет такой чудесный. Он очень красиво ложится, очень красиво. Так, далее я беру кисть поменьше и самый темный оттенок из палетки. Он темно-коричневый и немного красноватый. Кирпичный такой скорее, да? И вырисовываю. Вот такой вот я вырисовываю. Далее беру первую кисточку, немного растушевываю. Ничего не смазывается, все остается на месте. Очень красиво. Так, далее беру кисточку поменьше и самыми темными тенями я нижняя века прорисовываю. Далее беру вот такой кисточку натуральную и вот этот средний оттенок беленький. в уголочек и вот сюда. Еще раз набираю и продлеваю ее уже чуть-чуть заходя на подвижное веко. На самом интересном месте у меня отключилась камера и не записался тот момент, где я взяла вот этот вот охромный розово-золотистый оттенок и нанесла его вот сюда. После белого оттенка заходя чуть-чуть на центр. Оттенок очень красивый, не создает эффект синяка, не слишком желтый и он кремовый. И далее грех не воспользоваться самым красивым оттенком из палетки вот этим сиреневым. Я обратной стороной этой же кисточки его наберу и нанесем его с вами вот сюда. Вы только посмотрите, какой он прекрасный. Не отдает он в зеленый, не отдает он в бордовый. Тоже не получается у нас эффекта синяка. Совсем немного его надо. Он очень пигментированный. И далее я предлагаю все-таки взять черные тени и нанести немного черного оттенка. Совсем чуть-чуть, иначе не идет мне такой макияж без вот этого черного завершения. Вот так, совсем немного. У нас остается черный лайнер. Самый популярный. Я когда-то его заказывала, когда-то я его тестировала. И он мне понравился больше всех лайнеров с Алиэкспресс. Он здесь полностью запечатанный, то есть вы будете уверены, когда вы получите, что он новый. Очень красивый тоненький кончик. У меня татуаж сделан. Но когда я наношу на него тени, он, конечно же, под этими тенями скрывается. Поэтому я всегда дублирую стрелку. Итак, вот такая стрелочка у меня получилась. И далее я предлагаю взять еще один какой-нибудь цветной лайнер из этих двух. Итак, посмотрите, вот такой я заказала лайнер, очень бюджетный. Смотрите, какой он прекрасного цвета. Оранжевый. Красиво будет сочетаться с нашими сиреневыми тенями. И второй лайнер у меня запечатанный. Ага, он раскручивается, и это подводка, а не лайнер. Она сиреневая. Думаю, наверное, стоит сиреневую выбрать, потому что она должна быть по пигментированию, и она точно хорошо ляжет. Нет у меня опыта рисовать двойную стрелку, но вот как-то так такое получилось. И остается у нас с вами сегодня два средства. Это пуш для ресниц, очень красивая, золотая в упаковке. Щеточку я выбирала обязательно силиконовую, вот такую. И она еще в форме такой ложечки. хорошо приподнимает ресницы, хорошо прокрашивает, не создает объема, то есть она больше удлиняющая. Но попробуем ее еще в два слоя накрасить, может быть объем появится. Пока эффект очень натуральный, тоненький таких ресничек. кстати ламинирование мне пора уже делать. Я уже отходила полтора месяца с прошлым. У меня уже оно все сошло. У меня обычно месяц оно держится. Из-за того, что, как вы видите, я каждый день выпускаю ролики, у меня просто нет возможности по времени сделать эту процедуру. Так что разберусь с этим марафоном и обязательно займусь своими ресницами. Ламинирование делаю с тех пор, как с ним познакомилась. Каждый месяц не пропускаю. Вообще жить теперь без этой процедуры не могу. Я сейчас вообще после того, как сделала татуаж, стала ламинировать и красить ресницы черной краской. Вообще не крашусь, только блеск наношу на губы и все, и побежала. Так время экономится. Так, ну вот, второй слой покрасила. Я напоминаю, если вы не смотрели мое видео про ламинирование ресниц в домашних условиях набором с Алиэкспресс, обязательно посмотрите. Посмотрите, попробуйте, и эта процедура просто изменит вашу жизнь, если вы так же, как и я, обладательница прямых ресниц, либо ресниц вообще смотрящих вниз, как у меня. Так, давайте пока подождем, пока тушь подсохнет, а займемся с вами бровями. Вот такой карандаш я заказала. Точнее, это не совсем карандаш, это марка, и он тоже запечатанный. Хеленочку, коричневый цвет. Смотри, вот такие зубчика, да, то есть можно прорисовать бровинки. Давайте вот здесь попробуем у основания чуть-чуть. Самое главное вот здесь. Нажимаем и получаем замечательные натуральные брови. Вы только посмотрите, какая прелесть. Все. Очень красивые натуральные начесанные брови. Какие-то у нас сегодня чудо-средства на тестирование, я прям поражаюсь. Но давайте, чтобы завершить образ, все-таки нанесем какую-нибудь помаду. Я предлагаю что-то максимально нюдовое нанести. Soft Matte Lip Cream оттенок Stoke Gold. Мне кажется, к теням на неподвижном веке хорошо выходит. Ну вот, наконец-то наш с вами макияж готов. Ретестировали мы, использовали всю сегодняшнюю косметику. Мне результат очень нравится. Я просто поразилась качеством некоторых средств. Точнее, большинства средств. Мне большинство понравилось. Я точно оставлю себе прекрасный контуринг. Замечательную базу под тени. Да. Давайте вот так вот сюда положим все, что я себе оставлю. Вот эта палетка, она просто невероятная. База под тени великолепная. Сыворотка прекрасная. Маска с лавандой замечательная. Маска очищающая пора очень хорошая. Карандаш для бровей. Ну, посудите сами. У меня настоящие вычесанные брови. Прям волоски прорисовались. Дальше, конечно же, тональное средство с замечательным спонжем. Конечно же, палетку теней. Насчет фиолетовой подводки, как думаете? Мне кажется, очень хорошо. Очень даже интересно, да? Можно такие необычные макияжи для разнообразия создавать. Тайнер. Мне он тоже понравился. Тоже его оставляю. Праймер. Но учитывая то, как все ровно легло на кожу, мы ведь не видим никаких складок, никаких морщин. Мы не видим никаких скаток, да? Наверное, тоже стоит его оставить. Консилер точно нет. Тушь. Да, тушь, кстати, насчет туши. Что скажете? Мне кажется, тушь тоже вполне неплохая. Ресницы прям появились, и они стали длиннющие. И два слоя, ее можно даже назвать объемной. Но тушь, я бы сказала, по 10-ти бальной шкале, наверное, 8 из 10. Но тоже ее, пожалуй, оставлю. Консилер однозначно нет. Но вот и все, наверное. Сегодняшний обзор подошел к концу. Он точно не менее двух часов у меня занял. Если вы любите мои разговорные видео, то вам этот обзор понравится. Если нет, то извиняйте. Результат вы видите. Мне кажется, он просто замечательный. Вот и все. Давайте уже прощаться с вами. Напоминаю, что все ссылки на все товары вы найдете в описании под видео. Обязательно оценивайте этот обзор. Оценивайте мои старания и мою честность, пожалуйста. Если без шуток, то ваши лайки очень помогут в продвижении этого видео. Пишите все, что вы думаете по поводу сегодняшних средств в комментариях. Если вам понравилось такое видео, понравилась такая рубрика, тоже напишите об этом, и я буду и дальше заказывать подобные интересные средства косметические с Алиэкспресс. И будем с вами вот так вот в таком разговорном формате, теплом и уютном девичьем их тестировать. Желаю вам самого прекрасного настроения, только искренних и добрых людей рядом и самых удачных покупок. Встретимся в моем следующем обзоре. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok